Пойдем, да пойдем, да пойдем весело будет, не хочешь, да, ну ладно, как хочешь, если что, потом заходи, у нас с тобой один Афанасий только сколько жрет, ты будешь голодный же, вроде водку надо купить, как же хочется пить, о, курица, курица, подожди, курица, да подожди со своими яблоками, тут такая прикольная курица у меня, да стой ты, господи, боже мой, стой, остановись, о, всем привет, друзья, вы находитесь на канале JoyFoxPlay, сегодня мы с вами посмотрим игрушку под названием ФермерсЛайв, что переводится примерно как жизнь фермера, мы будем играть за типичного алкаша из какой-то там глубинки, который живет в какой-то деревне, обучение или старость, ну давайте начнем новую игру, посмотрим вообще что-то из себя представляет, а насколько я знаю, она довольно таки веселая, довольно таки упоротая, все как ты любишь, в принципе, май 1945 года, господи, почему солнце так печет, меня сейчас голова лопнет, сказал скорее всего наш голодный герой, потому что у него скорее всего похмелье, ужасное похмелье, но если бы не водяры и шарик, я бы сошел с ума в одиночестве, отец, почему ты меня покинул, мама, возможно ли вы сейчас посмотрите обо мне и беспокойтесь, что-то по моему слишком много текста, хозяйство в ужасном состоянии, я не знаю, я тоже, мне вообще нужно похмел, короче говоря, блин, игрушка вроде бы веселая, судя по описанию, я посмотрел вообще, как, что еще представить, своя игрушка, даже жить не хочется, но ведь нельзя просто так сдохнуть, ну как бы нельзя, не могу его только оставить, шарик, если что это, вот этот вот свин, вот эта вот вонючая потная свинья, которая спит у меня дома, ну да ладно, не знаю, почему именно свинья не собака, хорошо, что будет, хорошая погода, надо взяться за работу, эээ, ну че, давай возьмемся за работу, или еще не сейчас, еще не сегодня, где-то у меня были бутылки еще припрятаны, нужно, короче, нафигачиться, видимо, а потом пойти на работу, можете, господи, прости меня, я знаю, что тебе грустно, но когда ты на меня смотришь, вот этот, вот этот вот опойка, я не знаю, или не смотрю, да, не знаю, любой, короче, можете придумать, как его будут звать в комментариях, пишите, пожалуйста, как вы бы его назвали, я бы назвал его тупо, наверное, человек опойка, Акаки, Акаки опойка, или Иннокентия опойка, не знаю, добро пожаловать в фермерс лайф, предлагаем несколько дней из жизни Казимира, а его Казимир зовут, проживи их и жди продолжения в полной версии, у нашего героя была очень тяжелая ночь, он мало что помнит, помоги ему прийти в себя, ну хорошо, где это, надо осмотреться, где ты находишься, ты находишься, наверное, у себя на участке, так, управление с помощью мыши, я так понимаю, а, я понял, оглянись вокруг, ну это с помощью мыши все делается, игрушка, да, игрушка находится, можно сказать, еще в бета-версии, надо бы разняться и прогуляться по округе, лучше всего при этом не падать, ну давай, это инди-проект, я наверняка могу быстрее идти, лишь бы не слишком долго, стри не упади, потому что ты, скорее всего, пьяный, судя по твоему голосу, слишком быстро, моя голова, теперь медленно и осторожно, давай, давай, медленно и осторожно, пойдем, блин, господи, играю за опойку, за кого мы только не играли вообще во всех играх, и в андроид играх, и в играх на ПК, но за опойку я, по-моему, еще не играл, так, о, шарик, наконец-то проснулся, дай-ка на тебя посмотрю, дружок, какой ты красивый, шарик, какой ты красивый, нажми, чтобы использовать хозяйский глаз, что за хозяйский глаз, хозяйский глаз, хочу что-то показать, откуда эти палки взялись в моей голове, в моем доме, не знаю, слушай, это ты палки накидал, а почему, как, ты шарик, да, последнее животное, сголодавшись, сейчас я покормлю, подожди, сын, в легком уху, что здесь происходит, так, чтобы поднять, нажмите Е, хорошо, зачем мы собираем палки, не знаю, скорее всего, мы здесь, наверное, будем потом что-то строить, так, так, чтобы открыть инвентарь, ветки, бесплатное топливо, прямо от матушки природы, вот только его муторно, его собирать, я так понимаю, что здесь может быть какой-то костер потом, что ли, разводить или что, я, честно говоря, друзья, игрушку-то, как бы особо-то не читал, про что она, я краткое описание посмотрел, мне, в принципе, она показалась упоротая, упоротая игры, как вы понимаете, я довольно-таки люблю, в общем, вот, так, последнюю ветку собрал, ну, вот, наконец-то, поле поочищено, кобыли, вреда не будет, шарик, найди мне какую-нибудь еду, я голодный, давай, шарик, давай, давай, фас, фас, давай, найдешь мне еду, я с тобой немножко поделюсь, только найди что-нибудь полезное, пожалуйста, найди мне какую-нибудь бутылку, чтобы похмелиться, наверное, никого, это, как бы, не заставляя это делать, вообще, бухать, такая же, вредная тема, если что, я сейчас сожру все яблоки, блин, слушай, надо было, наверное, тебе тоже что-то дать, а я не знаю, как тебе есть, что давать, если ты не съешь яблоко, поднял его, ничего страшного, открой тап, нажми ПКМ, чтобы съесть, а, так я его, как бы, не съел, да, а, ну, давай, съем, съем, и могу отпустить яблоко, слушай, если я отпущу яблоко, ты будешь его есть? как бы, мне не жалко, жари, будешь? Слышь, шарик, на, ешь, я же тебе только что дал, а, так, где у меня показатель еды, давайте все яблоки сожру, одно яблоко тупо я оставил, так, ну, я не знаю, мне, короче, открест не засчитывается, мне обязательно нужно все яблоки сожрать, поэтому ты, шарик, если что, извини, а я потом тебя чем-нибудь другим накормлю, если я не выпью, что-нибудь на ногах не устаю, давай, давай, я понял твой намек, вообще, бухать вредно, а вот, знаешь, люди, которые бухают, они потом, короче, ходят на ногах, не стоят, зачем это надо, я не знаю, я это все порицаю, это все очень плохо, одну бутылочку я оставлю, ну, здесь, в конце концов, вспакайте, шарик, где я оставил кобылу, здесь кобыла, блин, слушай, ты, я не знаю, ну, реально, такой кретин, мы играем за какого-то кретина, так, здесь у меня, что ли, какая-то лошадь есть или кто? кобыла, это же типа лошадь, здрасте, ой, елки-палки, здравствуйте, как тебя будут звать? а, короче, шарик у нас голодный, а кобыла у нас вроде бы более-менее в нормальном состоянии, так, у нас какие-то куры должны быть, наверное, интересно, как здесь симуляторы русской деревни, можно здесь курами, курами кидаться, если можно, это было бы прикольно, так, ну, давайте познакомимся с нашей, с нашей кобылкой, выведе животное, так, пойдем за мной, ты ее за мной ведешь? давай, давай, если, короче, будешь слушаться, я тебе сакара дам, иди сюда, кобыла, сейчас я тебя запрягу в плуг, иди сюда, ты что, застряла, что ли? а, можно как-то с ней взаимодействовать, как-то ее подтолкнуть, потому что что-то она не хочет идти, так, че, как, дожди, перестать вести, ударить ногу, я не хочу ее ударять, я хочу, чтобы она просто шла за мной, пойдем, запряги лошадь в плуг, она находится в сарае, очень жалко, что здесь, здесь не хватает миникарты, куда мне надо идти с лошадью? спахать, типа, я так понимаю, какая-то вот эта вот зона, наверное, да, она даже как бы подсвечивается, ну, очень так сильно выделена, запряги лошадь в плуг, ну-ка, подойди сюда, Как тебя надо запрячь в плуг? Так, перестать вести, ударить в плуг. А как ее надо в плуг? Как ее в плуг-то вообще заплечь? Как ее надо? Так, ну я так понял, что, скорее всего, плуг-то я оставил где-то там в сарае. Это, конечно, идет такая обучаловка. Наверное, потом как-то поближе все это дело рассмотрим, что здесь находится. Насколько я знаю, здесь есть велосипед. Здесь даже можно на нем, в принципе, ездить до какой-то соседней деревушки. Так, мы сейчас ищем с тобой плуг. Как выглядит плуг? Плуг это такая херня, которая к кобыле крепится, и кобыла вспахивает все это дело. Только мне бы его найти для начала. Плуг. Где плуг? Так, ну тут плуга нет, здесь только вода, бляха-муха. А что, где он лежит? Слушай, ну здесь я плуг не нашел. Возможно, он находится где-то в другом месте. Я вообще не знаю эту локацию, как бы. Для меня сарай это вот. Типа, это, скорее всего, не сарай, это, наверное, где у нас животные хранятся. Давайте искать, где у нас есть сарай. Вот опять же, большой минус того, что здесь нет карты. Было бы хотя бы какой-то индикатор, куда нужно идти, было бы намного проще. Так, лошадь у меня там стоит, лошадь пока никуда не уходит. А где может быть плуг, если что? Может где-то здесь? Так, я вижу колесо, я вижу какой-то шифер, но мне пока что не нужен. Какие-то доски тут лежат. Блин, а где плуг-то, елки-палки? Слушай, ну походу вот это сарай, потому что, видишь, шарик нам говорит, что, короче, это самое. Шарик нам помогает. Шарик, это, понимаешь, это наш с тобой единственный тут адекватный человек, адекватное животное на нашей ферме. Потому что сам пьян, я сам ничего не соображаю, а лошадь нам в этом помогает. Ну вот, запряги коня, без лошади я его сам не вытяну. Да господи, боже мой, кто же знал, что ее надо сюда везти? Так, не знаю, парнокопытная, как тебя зовут? Надо, короче, ему тоже имя придумать, чтобы было проще. Это шарик будет, это будет, не знаю, ну пусть будет Афанасий какой-то. Ну-ка, конь Афанасий, иди сюда, короче. Мне нужно тебя, короче, впречь в этот плуг. Во, а теперь на пуле, радуйся, что такое, что такое маленький, в смысле маленький, в плуг как плуг. Начни пахать подробней, блин, по-моему, он меня в плуг, короче, заплел. Я не могу двигаться, если что, начни пахать. Да не надо пахать, как мне отсюда выйти, да господи, боже мой. Я застрял, друзья, я застрял в этом плугу. Так, ну что, пойдем, пойдем. Я, короче, заплел нашего с тобой Афанасия, взял ему, дал флуг. А здесь, короче, есть еще круговое меню, то есть я его нажал, там была кнопка остановить, я остановил, как бы, я не знаю, почему я сам себя в этот плуг вплужил, если есть такое слово, ну как бы вот вплужил и все. Так, ну давай начать пахать, как это дело работает. Так, идем со мной. Где-то вот сзади подходишь, и появляется где-то круговое меню, если что. Запряги коня, начни пахать, вот клавиша Е. Ну давай, давай, погнали, короче. Мы что-то пашем, мы вскапываем поле, не знаю для каких целей, возможно, здесь мы будем потом сажать какую-нибудь капусту, не знаю, например, редиску. Что сейчас модно вообще есть, я не знаю, что это полезное. Можно картошку посадить, в принципе. Так, конь, ты куда-то далеко уехал, мне нужно вот сюда вот. Давай, давай, судорога, судорога, блин, животного содержания. Сначала нужно траву выкасить. Да не нужно ничего выкашивать, мне просто нужно вскопать вот это поле. Так, подожди. Начни пахать, короче. Давай, 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 давай. Давай, не очень удобно, он на самом деле управляется. Если бы здесь был культиватор, было бы, по-моему, намного проще, но как бы эта игрушка немножко про другое. Культиватора здесь, скорее всего, нет. Так, конюшня, конюшня, стой. Так, остановить пахоту. Давай, разворачивайся. Блин, господи, боже мой. Так, вот здесь вот, короче, будет. Начни пахать, оставить. Давайте оставим. Позовем сюда лошадь. На самом деле, все не так просто, как кажется. Так, иди сюда. Иди сюда, говорю, иди, иди. Вот сюда вот встань жопой своей. Вот сюда вот жопой можно сразу встать? Криво, конечно, вскапано. Ну, да ладно, кого это волнует? В принципе, погнали. Он не очень хорошо разворачивается, как ты понял. То есть, я управляю, как бы, клавишами VSD, да? Ну, чтобы его развернуть, то надо, наверное, целую команду, если что, нанимать. Так, 48% вскопали. Я просто хочу завершить этот квест, чтобы мне дали возможность посетить здесь другую какую-то деревню. Насколько я знаю, она тоже есть, как я уже тебе говорил. А, кстати, да, вот так вот довольно-таки неплохо так. Неплохо ты, короче, тут поворачиваешь. Давай, начнем снова скапывать. Давай, 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 давай. 60%, 62%. Бляха-муха, тяжело быть пьяному человеку. Ничего не соображаешь, голова ничего не варит. Одна бутылочка в инвентаре осталась, чтобы просто опохмелиться, короче, и все. Представляю, какого нашему герою. Так, конюшка, конюшка, ну-ка, давай-ка развернемся. Конюшка, давай, 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 давай. Вот тут вот надо тоже все это дело скопать. Может, как бы это не очень смотрябельно, но это сделать нужно. Это сделать нужно обязательно, потому что, если мы здесь ничего не посадим, мы сдохнем. Понимаешь, мы сдохнем от голода, потому что у нас нет денег. Мы спим с какой-то свиньей, в каком-то гребаном сарае, по-моему. Вообще, какая жесть происходит. Так, друзья, ну я тут, короче, все вскопал, если что. Давайте завершим все это дело. Так, завершить. Состояние почвы вспахано. Я устал от этой работы. Пойду в дом немного отдохнуть. Короче, конь, ты остаешься за старшего. Сторожи вот эту вот херню. Не дай бог... Да, 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 вот ты на нее прямо смотришь. Не дай бог она пропадет. Афанасий, мне придется с тобой решать вопрос как-то по-другому. Так, пойдем, шарик, короче, спать. Устал я, устал. Понимаешь, этот индикатор показывает степень отдыха, когда он опустится. Для здоровья Казмир начинает ухудшаться. Надо за этим следить. Вот в левом нижнем углу находятся все эти индикаторы. Так, ты идешь со мной, нет? Пойдем. Да пойдем. Да пойдем, весело будет. Не хочешь, да? Ну ладно, как хочешь. Если что, к нам заходи. Так, это если что, наш с тобой дом. Что у нас здесь есть? Как ты вообще живешь? Какие-то ящики. Сюда, шарик. Давай поспим пару часиков. Я его зову. О, а ты все-таки решил прийти? Ну ладно, отлично, хорошо. Ну давайте поспим. Как это дело работает? Ну давайте поспим. Не знаю, часика... Часика три поспим. Я ложусь спать. Июль 1945 года. Уже утро. Я больше не могу пить. У нашего персонажа галюки начались. Пять литров на двоих. Это слишком много. Так, а что, не предлагаешь садиться за рулю пьяным? У меня основа нет, ни гроша. Блин, я сейчас буду пьяный, короче, ехать на велосипеде. Блин, у меня, слушай, такие приходы, я вообще не понимаю. Я ничего не вижу. Он, короче, нажрался, скотина такая. И заставил меня ехать. Но руль, он сам управляется. То есть, это как бы очень тяжело все делать. Почему у нас рулись на каком-то кладбище? Плях и муха, друзья. Это реально очень, очень сложно ехать, когда нашему персонажу такие приходы, короче, от похмелья начинаются. Так, давай аккуратненько, пожалуйста. Аккуратненько так слезьте. Я не знаю, здесь очень неудобно управляется велосипед. Скорее всего, потому что я пьяный. Чего не поделаешь, придется продать очередной инструмент с Кузьмичу. Хорошо. Так, Кузьмич, это деревня? Это не деревня или что это? Так, Кузьмич, это ты? Давай с тобой как-то поговорим. Здорово, здорово. Слушай, ну что, я тут немножко опять помухал. У тебя есть какие-то инструменты. Мне с тобой надо как-то взаимодействовать. Так, поторгуем, самогон. Чего? Типа я ему должен продать, продать свои инструменты. Блин, я не хочу. А как ты будешь жить-то? Сейчас все свои инструменты. Я продаю свою единственную пилу. Так, торговля, вырубка лесов. Блин, тут столько всего, ребят. Я тут, наверное, все почитаю на монтаже. Пока что давайте просто как-то продадим, как это дело работает. Наверное, правой кнопкой мыши использовать, да? Так, ну хорошо. Ааа, возьмешь этот топор? Топор, хороший топор. Последний отдаю тебе. Так, используй. А как это продать? Так, может как-то шифтом все-таки? Я не знаю, просто давайте вот так вот, Кузьмич. Так, Кузьмич у нас покупает это. И что у нас еще Кузьмич покупает? Блин, друзья, у меня, короче, куда-то пила пропала. То есть я ее держу в руках. Я не могу ее как-то в инвентарь положить. Как мне ее положить в инвентарь? Господи, вот блин. Это не очень удобно сделано, честно говоря. Я, конечно, понимаю, что это бета-версия игры. Ну, не очень удобно сделано ими какая-то торговля. То есть я нажимаю по торгуем. Если вот здесь вот вещь в мешке у меня лежит эта пила, она мне просто пропадает, как будто ее вообще в принципе не существует. У Зои наверняка есть еще и воск. И снязя бы пила. Хорошо, хорошо. Так, все, завершили сделку. Так, удерживайте шифт. Но я все с тобой, все с тобой повзаимодействовал, да? Все? Чего не надо? Купить какую-нибудь выпивку. Зоя, скорее всего, вот эта женщина. Что ты тоже бухать хочешь? Вот ты заколебал уже. А чем мы будем с тобой есть? У нас с тобой один Афанасий только сколько жрет. Ты будешь голодный же? Ладно, пофиг, пойдем. Ну, давайте купим. А что делать-то? А делать-то нечего, конечно. Это Зойка. Слушай, так вот прикольно на привьюшку бы пошла, если так вот встать. Ладно, хорошо. Там, наверное, боссовый бомж пойдет, если что, на привьюшку. Так, давай с тобой поговорим. Здорово. Это Вера. А мне нужна какая-то другая вроде женщина. Подарок лисея шкура. У меня нет столько денег, чтобы... Подарок лисея шкура. О, слушай. Сколько у нас? О, 125 монет. Я могу купить либо пиво, либо бутылку водки. Мне сказали, вроде водку надо купить. А, подтвердить. Давай много не будем пить. Одной штуке хватит тебе, да? Жарь, я мой дом. Покажи мне, пожалуйста, возвращайся домой. Ладно, спасибо этому дому. Вообще пить вредно. Вот если хочешь, вот можешь меня с этой ладошкой. Уйби меня. Долбони меня со всей силы, чтобы я больше никогда не пил. Вот видел, так я сюда доехал. Я сюда еле-еле, короче, доехал. Если и дальше так пойдет, что мне не останется? Конечно, ничего не останется. Ты бухаешь постоянно. У тебя есть свинья, у тебя есть лошадь. Что тебе мешает взять и начать заняться нормальным хозяйством? Посадить, блин, я не знаю. Ну, побольше фруктов, побольше овощей каких-нибудь вырасти. Потом можешь поехать на рынок, все это дело продавать. Блок пришлось продать, кобылу и крову тоже наверняка придется. Отлично. Где ты живешь-то вообще, господи? Вот это же твой дом. Блин, тут реально, тут не хватает очень сильно карты. Потому что я вообще без понятия, где живет наш главный персонаж. Кто-то у меня похитил несколько кур. Хорошо, хочешь, жарь их в порядке. Да, если мне кто-то шарика с кому не сдит, я, наверное, вообще сопьюсь. Хотя уж куда больше на самом деле. Ладно, ладно, поехали в наш дом. Нам надо возвращаться домой. Я так понимаю, что мы живем где-то здесь. То есть мы живем где-то на отшибе. Если я все продам, то и с курами придется попрощаться. Вот с курами не хотелось бы прощаться. Курица дают яйца, курицу дают свободу, курицу дают общение. Потому что когда у тебя есть какие-то живые существа рядом с тобой, ты, наверное, должен выглядеть счастливым. Френ его знает. Бляха-муха, где мой дом? Почему здесь нет карты? Я вообще на какое-то кладбище приехал. Шарик я не продам, даже если буду умирать с голоду. Какая же шарик твой единственный друг? Это кладбище. Это кладбище. Почему в этой игре? Вот я не знаю. Может, конечно, эта карта где-то есть. Я сейчас спросил. О, отлично, карта на букву М. Кто бы знал. Иногда думаю, что черт бы побрал эту ферму. Так, где твой дом? Где ты живешь-то? Где перный карась? Короче, мне только матершины. Слова пока что. Так, граница администрации. Лесси, Пьюзи. Это я. Коммуникация. Коммуникация это имеет у дороги на какие-то, да? Где моя карта? Рынок Залеси. А вот ферма Казимира. Ферма Федора. Лесопилка. Ферма Анны. Нам надо ехать сюда. Клавиша М. Короче, это у нас по стандарту идет карта. Кто бы знал. Кто бы знал. Игрушка мне не сказала про это дело. Поэтому как бы, ну ладно. Поехали, поехали на нашу ферму. Что заодно, наверное, посмотрим всякие виды красивые. Я так понимаю, что у тебя умерли то ли родители, то ли кто у тебя умер. Потому что ты бухал, очнулся где-то на кладбище. Что-то да. А в начале игры разговаривал с крестом, как шизик какой-то. А, и может поэтому ты спился? Может ты не такой плохой человек? Кстати, очень удобно, что можно открыть карту и одновременно ехать. Я хотя бы так буду ориентироваться как-то более-менее. Так, ну по этой дороге нам надо ехать. И где-то слева от нас находится эта карта. Вон, кстати, шарик побежал. Тузик, тузик, тузика нет, тузика я не продам. Даже вот за большие деньги, если мне будут даже предлагать миллион, тузик я не продам. Хотя за миллион, может и продам. Так, ты можешь ехать как-то быстрее? Может знаешь, как и в этом, всанадрелось, короче, если много нажимать, короче, shift, то он будет ехать быстрее. Здесь почему-то это не канает. Игрушка, да, опять же я скажу, ой, лучше персонажа нет, зашибись. Велосипед едет сам с собой. Игрушка сыроватая еще, да, можно сразу сказать. Игра на бета-тестировании, игра от нидер-отработчиков. Вообще не знаю, играл кто-нибудь из моих зрителей, из моих подписчиков в эту игрушку. Если писал, ой, фу, если играл, напиши вообще, долго она или недолго. Стоит ли в нее поиграть или не стоит? Так, ну куда приехали? Ферма Казимира, это моя ферма или нет? Нашего персонажа же вроде Казимир зовут. А, я не туда приехал. А куда я приехал? Слушай, подожди, а где я? Я около какой-то заброшки нахожусь? Я приехал в какое-то заброшенное здание. Блин, велосипед оставлять, короче, ни в коем случае нельзя в этом, в траве, потому что я его потом найти не смогу. Так, наша ферма где-то вот там находится. Конечно, это очень тупо. У человека есть дорога. Оказалось, едете ты по дороге? Нет, блин, мы поехали по оффроуд. У нас самый обычный велосипед, не сказать, что какой-то там горный велосипед, чтобы можно было ехать по таким местам. Ну да ладно. Ну живописника тут у вас, красивенько. По графике, ну графика такая себе. В принципе, довольно-таки приятная, не знаю. Играет все пока что нормально, хорошо. Так, это наша ферма, нет? Я надеюсь, я туда приехал. Это ферма Казимира. Ну отлично, наконец-то. Где тут вход в твою ферму? Ферма Анны, это какие-то квестовые персонажи или что-то наподобие такого? Где тут въезд вообще? Кто-то видит ворота? А, вот, 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 подожди, калитка. Зайдем через задний вход. Это же задний вход вроде? Как же хочется пить? О, курица, курица, подожди, курица. Курица, иди сюда, я тебя пообнимаю. Иди сюда, курятина, иди. Ты будешь называться, я не знаю, тебя будут звать Анну. Ой, елки-палки, я ее реально поднял. Да подождите со своими яблоками, тут такая прикольная курица у меня. Да стой ты, господи, боже мой. Стой, остановись. О. Вы посмотрите, как это прикольно. Это реально курица. Ладно, беги. Побольше ест мне нести. Попей воды из своего колодца. У меня есть колодец. Где? Почему здесь, если есть карта, почему нельзя сделать какой-то, я не знаю, какой-то индикатор, куда нужно идти? Ну блин, я сейчас заблужусь в четырех соснах, наверное. Че это такое? Это мой колодец? Это не мой колодец. Это херня. А, вон мой колодец находится. Хорошо, давайте попьем водички. А надеюсь, козленочками мы с тобой не станем. Интересно, осталось ли что-то съедобное в кладовке? Ты ж все продал, ты продавал свой инструмент. Ты вообще дурак какой-то. Нафига ты пьешь? Попей из колодца. Ну давай попьем. Съешь что-нибудь из своей кладовки. Сейчас, подожди, я ведро наполню, чтобы если наш персонаж еще захотел попить, я смог сразу попить. А где у нас кладовка? Он даже дверь не закрывает. Че у тебя вообще? У тебя какая-то берлога, тебе ремонт надо сделать. То есть все двери какие-то побиты, и все пошарпано. Что-то превратился реально. Вот эти вот люди, которые пьют, это, ну я не знаю, зачем вы сами себе жизнь портите, на самом деле. Не надо пить. Никогда лучше вообще не начинать, потому что ну его нахер. Живешь ты как-то, ну не знаю, как-то по-деревенски, как свинарник. Кстати, одни бутылки пива, короче, не буду их даже брать. А где у меня кладовка? Это кладовка? Это не кладовка, это шкафчики. Бля, где у меня реально кладовка? Кладовка это какое-то отдельное помещение. Но есть печь. Это тебе делал, знаешь, рум-тур такого, такое, короче, рум-тур своего дома. Так, кладовки. В кладовке у меня есть бутерброд, надеюсь, он еще не заплесневевший. Ну я не знаю, ну давай возьмем все, наверное. Ты у нас голодный, в принципе, чувак. Так, ну и че? Съешь что-нибудь из своей кладовки, к кладовке. И сухой не заплетается, друзья, извините. Хорошо, так. Отпусти. Я могу отпустить бутерброд, куда отпустить? Нахер, у меня ноги вырастут, тунучкой тебе гуд. Иди сюда, шарик. Давай поспим еще пару часов. Так ты дверь закрыл. Подожди, я дверь закрыл. Шарик, шарик. Вот, кстати, шарик, это, по-моему, реально самый адекватный персонаж в этой игре. Где шарик-то? Ладно, хер с ним. Он, наверное, сам потом зайдет. Ой, у нас есть термометр, если что. Я не уверен, что хорошо вижу, но кажется, 19 градусов. 19 градусов, то есть я понимаю, что здесь, наверное, холод возможен, да? Выспится здесь. Карта, дневник, какой-то дневник еще есть. Что за дневник? Дневник как-то не работает, по-моему, нет? Ладно, хорошо, ну давайте поспим немножко. Почему бы нет? Так, поспим, наверное, часика, не часика, а 4 поспим. 10 сентября 1945 года. Хорошо, что пошел дождь. Может, удастся потушить. Где же это ведро? В смысле, а что у тебя горит? Потушить пожар? Бля, какой пожар? О, шарик пришел. Шарик, что случилось? Что за черт? Ты что видишь, шарик? Что? Что там горит? Блин, слушай, ты опять пьяный, а? Заколебал уже опойка, блин. Бухай. Ты вон до чего докатилась, короче. Так, подожди. Ух, ты животных из коровника, бляха-муха. Вот мне будет еще, знаешь, найти этот коровник. У тебя с твоим зрением пригодилось бы полное ведро воды. Да есть у меня ведро воды. Господи, давай бежим, 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 бежим. Слушай, ну это просто какой-то капец. Вот реально, вот эта пьянка до добра не доведет. Давай, пожалуйста, побыстрее набирай мне ведро воды. Я пошел тушить костер. Могу я его как-то взять? Так, наполни ведро, вот наполни ведро. Блин, как мне наполнить ведро-то, елки-палки? Зачем ты вылил-то? Ай, господи, дурень. Короче, я понял, я понял. У нас он автоматически налилось, да? Как мне это все сделать? А, вот, хорошо. Тут, блин, управление такое, что сразу не сообразишь. Давай, давай, туши. Туши, дружище, костер, туши. И сейчас же вообще все нахер зальется. Кляха-муха, а? Все, не слава богу-то. Как тяжело быть тобой, блин, Афанасий, Акаки, или как там тебя зовут? Акаки, алкаш, блин, наш местный. Тушись, тушись. Так, ну все? Пригодилось бы полно... Блин, там еще стены горят. Мне нужно выпустить животных из коровника. Где у меня коровник? Это не коровник, это у нас лошадинник. Есть такое слово лошадинник? Так, лошади, у меня есть лошади вообще? А какой коровник-то у меня коров-то нету? Где? Кто? Ой, елки-палки, здравствуйте. Пойдемте, может они мне дорогу просто покажут? Знаете, где находится у меня коровник? Я пьяный, я ничего не понимаю. Чего вы за мной-то ходите? Блин, я хожу за ними, думаю, они мне показывают дорогу, а они, короче, куда-то в сторону бегут. За мной, короче, и курицы бегают, и кони бегают, и лошади бегают. Мне кажется, что я уже все, я конченный человек. Блин, наш персонаж, кстати говоря, не может прыгать, если что. Если ты думаешь, почему я не могу перепрыгнуть через забор, он не хочет прыгать. Он, если прыгнет, он, короче, там же упадет, и там же, короче, помрет, по-моему. Я не знаю, где у меня коровник. У меня здесь три здания. Одно здание у меня лошадинник, там, где лошади тусуются. Потом у меня есть дом. Есть вот это большое помещение. Скорее всего, это есть, наверное, коровник. Не знаю, ну, я пока что потушу костер, потушу пожар. Так, что еще где горит? Я не вижу. Кто-нибудь видит еще где-нибудь возгорание какое-нибудь? Где что горит-то, елки-палки? Блин, курил, наверное, а покурил, покурил, короче, забыл согрету затушить, и все, нафиг сгорело. Это коровник. Ой, здорово, у меня есть корова, хотя бы говоря, изголодавшаяся. Где этот коровник-то, гребаный? Где-то здесь? Еще и ночь. Вообще ничего не видно, короче. Где коровник-то? Выпусти, выпусти животных из коровника. Да не вижу я его. Так, друзья, я чуть, короче, не забыл. Тут я так долго очень ходил, я понять не мог, где находится этот коровник. У меня вон еще крыша горит. У меня же есть тут супер вот это вот зрение, нажимая Z, и как бы все это дело подсвечивает. Не обратил я на это внимание. Так, мне нужно снова, короче, взять ведро, наполнить его, и все это дело потушить. Но я не понимаю, где здесь находится коровник. Неужели ли нельзя было на какую-то карту придумать и на карте сделать какую-то метку? Это же я, я такой же упорный, как наш главный друг. Друг, я здесь никогда ничего не найду. Ты умеешь лазить вообще по лестнице? Так, давай полезем. Ну, коровник же вряд ли не находится на крыше. Это, по-моему, было бы глупо, так как с этого слезь пробил. Хорошо. Наш персонаж не умеет прыгать. Я не знаю, почему он не умеет прыгать. Как я должен это потушить? Я не могу туда запрыгнуть, друзья. Какая здесь кнопка? Может, здесь какая-то кнопка есть? Прыжка. Ой, елки-палки, вместе с лестницей грохнулся. Прости, коровушка. Блин, я не знаю. Я сейчас только что посмотрел по управлениям. Я просто в упор не вижу. Так что ты сделал? Ты дурак, что ли? Я в упор не вижу кнопку, которая отвечает за прыжок. Он не хочет прыгать. Где этот бляха-муха-коровник? Как я потушу костер наверху, если он не хочет прыгать? Я, друзья, не понимаю. Есть тут хозяйский глаз. Вот я его активирую. Вот типа у меня горит эта стена. Ну, это горит сверху. Я сейчас попробую, конечно, снизу полить. Но если это потушится, это будет вообще полный бред. Потому что костер у нас, как ты видишь, наверху пожар. Если я сейчас полью сюда, это как бы будет засчитано? Нет? Давайте попробуем. Тушится? Нет, как-то вообще все это дело. Это не тушится. Это надо все делать с крыши. Возможно, нужно как-то поднять лестницу. Может, эту лестницу вот тащить. Вот, кстати говоря, поставить сюда. Кто же знал? Я думал, там с крышкой можно как-то будет перелезть. Так, давай сюда поставим. Быстро, быстро. Сейчас побежали за ведром. Забираем ее сюда. Наполняем. Вот я тебе говорю, пьянка до добра не ведет. Скорее всего, наш обоссанный персонаж. Напился водки, короче. Покурил сигарету. И уснул. И уснул. И что происходит? Так, зачем ты взял лестницу туда? Поставь ее, пожалуйста. Япти. А уйди ты, господи, боже мой. Так, поднимайся. Поднимайся. Я хотел нажать поднимайся, а он, короче, зачем-то лестницу схватил. Не знаю, зачем. Так, слазь. Туши, туши. У вас нет, что ли, пожарных каких-то? Все потухло. Господи, что это за ливень? А ливень дует. Ливень идет, но он как бы никак не мог потушить, что ли, наш костер. Сентябрь 1945 года. Нужно заделать эти дыры. Молоток есть. Теперь осталось найти доски. Ладно, друзья. Давайте будем на сегодня заканчивать. Вообще, пишите. Ой, а что, что, кстати, с деревьями? Что происходит? Что за бред? Я не понимаю. По-моему, так быть не должно. Ну, не знаю. Короче говоря, друзья. Пишите ваше мнение по поводу этой игрушки. Если вы хотите, можем поиграть в нее. Все, опять же, зависит от вас. Мне даже пришлось продать его спе, чтобы хватило шифера для крыши. Короче говоря, если вам нравится эта игрушка, пишите в комментариях. Возможно, мы ее и пройдем. Возможно, мы в нее и поиграем. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. С вами прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok